Добрый день, дорогие друзья! Когда я говорю о полной мышечной свободе пианиста, то прежде всего упоминал о том, что должна быть правильно выбранная высота стула для того, чтобы вся масса руки, идущая от плеча, скатывалась кончиком пальцев. И так, чтобы я в кончиках пальцев чувствовал вес всей руки. И таким образом мы определяем высоту стула. Давайте проэкспериментируем. Если высота стула будет очень низкая, мы положим вот так вот, то у меня вся сила останется здесь. И, допустим, когда я беру аккорды, то есть я в этой ситуации, в этом положении не смогу использовать посыл, который идет от плеч. Что здесь буду? Я буду играть только руками, а плечи у меня не будут задействованы. Но для того, чтобы использовать плечи, мне придется поднять их, понимаете? И тогда я буду играть как бы с зажатыми плечами. Берем другой вариант. Если я выбираю слишком высокий стул, отодвигаю, вот я приготовил, то в этой ситуации я буду ограничен в своей маневренности. То есть у меня взмах руки будет недостаточный. Я буду как бы аккорды играть тычками, потому что у меня будут слишком вертикальные руки. Относительно, так сказать, угол у меня будет слишком вот такой тупой. И я буду играть аккорды, ну, как бы тычками. Ну, это я рассказываю о крайних вариантах. Поэтому мы берем нормальное положение стула. Убираем. Ну, вот. Удобно для себя. Я сажусь на одну треть. Ну, здесь не видно. Я, кстати говоря, смотрю в камеру, контролирую. Поэтому, можете мне поверить. Я сажусь на одну треть. Это я уже говорил. И таким образом, чтобы у меня при извлечении звука масса руки была направлена кончиком пальца. Я надеюсь, это абсолютно понятно и абсолютно естественно. Учитывая то, что руки должны были дышать. Теперь, далее. На первом же уроке у Берта Соломоновны она мне показала один способ игры, а точнее даже фокус, который я запомнил на всю жизнь. Он связан с тем, что мы имеем дело прежде всего с ударно-молоточковым механизмом. То есть, рояль или пианино это суть удара молоточка по струне при извлечении звука. То есть, я нажимаю на клавишу, проходит ряд механизмов и в итоге молоточка ударяют по струне. Давайте я вам покажу сейчас на макете. Вам не обязательно знать, какие там механизмы внутри. Просто я, как фортепиано-мастер, я вам это объясню. Вот макет рояля. Я ударяю, нажимаю клавишу и вот что у нас происходит. Если ударяю сильно, если я ударяю по клавишу не так сильно, то удар, естественно, будет не такой активный. К чему я это говорю? А к тому, что природа рояля ударно-молоточковая, а пианисты всю жизнь как бы борются с этой природой, они пытаются рояль, чтобы он пел и чтобы на нем был певучий звук. То есть, пытаются рояль заговорить живым, человеческим голосом. Ну, я так это не совсем удачно выразиться, ну, во всяком случае, чтобы было ощущение, как будто мы играем легато. Понимаете? Следовательно, извлечение звука должно быть не ударное, а должно быть такое, как бы, мягкое и глубокое проникновение в клавишу. И отсюда идут все вот эти фортепиано-приемы. Так вот, Берта Соловонов мне показал такой фокус в той ноте. по которой мы ударяем по клавише, я зажимаю пальцем хор, струнный хор, ну, состоящий из трех струн. И получается вот так вот. Вы чувствуете вот такой вот стук? Я левой рукой зажал три струны этого хора. Это, если я делал вот такой прямолинейный удар, но если ударяю, не ударяю, а извлекаю клавишу вот таким образом, он остается, конечно, стук, но он значительно тише, он не так слышен. Понятно, да? И отсюда мы делаем вот такие вот приемы как бы поглаживания, то есть клавиши. Следовательно, происходит извлечение звука при помощи покасательной линии. Вот так вот идет у нас палец. Смотрим внимательно. я сейчас покажу левой рукой, чтобы это было понятно. Играем портаменты. Так, здесь не так видно, давайте покажу левой рукой. То есть, я взмахиваю рукой, ну, не то, что взмахиваю, а я вздыхаю, и у меня идет вот такое прикосновение пальца, как бы показательная линия. То есть, я использую пальцевые рессоры, я использую рессоры кисти, то есть, именно вот момент амортизации. Не так вот зажатой кистью, а все это освобождаю, и при этом, естественно, я все время контролирую массу руки. То есть, у меня посыл идет от плеча. Вот. И вот такое поглаживающее движение, которое дает нам возможность извлекать вот такие глубокие, насыщенные звуки и полнозвучные. Безударные. Поэтому, как правило, говорят, что первое обучение ребенка вообще происходит с приема, который называется портамента. До легата мы еще не доходим, потому что извлечь легата технологически это очень сложно. Я объясню, почему. То есть, с портамента мы закончили. Что в этот момент делается? Идет такой вздох руки и извлечение идет по касательной. Я как бы чуть-чуть проваливаюсь кистью, для того, чтобы вот это амортизировать, вот эту рессору. Делаю это не так активно, а делаю это настолько, насколько мне это нужно, совершенно естественно. Снимаю руку. я смотрю все время на камеру. Так, первый палец, чтобы это было видно, он естественно у нас идет, чтобы не менялась позиция под углом 40 градусов. и каждый раз при извлечении ноты я ощущаю вес, вот идет идущий отсюда, от плеч. То есть, у меня неизолированный идет используя с уроком. И извлечение идет по касательной линии. То есть, как бы, как говорил как бы поглаживаешь клавиши. Вот поэтому все негаузовские ученики, ну, Берта, она же, это, кстати, школа негауза, они все играли вытянутыми пальцами, для того, чтобы землячься был более мягкий. Теперь, что делается, когда играется легато? Почему это сложный прием? Потому что, смотрите, это взрослому человеку, кажется, нет ничего трудного в том, чтобы связать две ноты. Но когда ребенок еще недостаточно имеет свободный аппарат, он начинает поднимать пальцы, у него получается зажим, он начинается дергаться, он начинается вот, вот, объясните ему, что при связывании нот раскрывается свободно вся кисть, извлекается следующая нота, а предыдущий палец у нас освобождается, то есть нет вот этого сочувствующего. Знаете, что, давайте я буду показывать левой рукой. вот так будет гораздо виднее. То есть для того, чтобы извлечь палец, не извлечь пальцем, не палец, а ноту, я помогаю и ладонью, и кистью. Особенно хорошо в этом положении, когда идут сюда. Не просто изолировано пальцами, а при помощи веса кисти. то есть кисть мне совершенно естественным образом помогает. Но если кому-то кажется, что это очень легко научить ребенка, то вы просто ошибаетесь. Я вам скажу так, когда приходили ко мне студенты, мне приходилось буквально их переучивать, потому что вот этого ощущения помощи кисти и совершенно естественного ощущения, допустим, мизинца. Все это достигалось при помощи вот этого постоянного контроля. веса руки и контроля точнее даже не контроля, а именно способа погружения пальцев в клавиши. Поэтому и говорят, что обычно из плечения начинается звук с портамента. Это самый удобный прием, при котором можно вздохнуть рукой, подышать, использовать амортизацию руки и использовать рессоры пальцевые. Вот они, рессоры пальцевые. Понимаете? Вот кистевые рессоры. Потому что когда человек играет зажато, я так и говорю, что с зажатым звуком. Понимаете, есть очень такая расхожая фраза, как бы идущая от Рубин Шейна, который сказал все время Гоффману, без разницы как ты извлекаешь звук, я не точно говорю, играй хоть носом, лишь бы звучало. Понимаете, это все очень красиво. На самом деле в методике она абсолютно ни о чем не говорит с точки зрения технологии погружения клавиши и технологии извлечения хорошего звука. Потому что одного слуха мало. Мало и что я слышу. Вот как мне хочется. Но я этого не умею. Я не умею извлекать звук. Я не знаю, я не знаю, как чувствовать понимание вот этих кончиков пальцев. Я не знаю, как рукой регулировать. Я не знаю, при какой высоте мне пользоваться, какой высотой стул мне пользоваться. То есть я не знаю, что такое вот эта направляющая сила, посыл, который идет от плеча. Я пытаюсь сыграть, и в итоге у меня получается вроде бы хочется сыграть красиво, легатом, но я не умею. У меня так или иначе получается тычком. Я вам даже приведу вот такой очень интересный пример, который я часто наблюдаю. Допустим, в записи, в видеозаписи по телевизору играется рахмайновская, ну, допустим, вторая часть второго концерта рахмайнова. Понимаете, большой зал, там микрофоны, и пианисты играют так вот. и даже легата пальцевого нет. И вот таким вот молоточком звуком. Тут, понимаете, получается так, вот человек сидит в зале, там оркестр, там акустика, вроде бы как звук расплывается, он еще берет педаль, микрофон, вот как-то усиливает звук, и у него буквально вот легата нет, но вот ощущение, как будто вот он действительно поет мелодию. Но ведь на самом деле это буквально, я-то все равно чувствую вот эту дискретность каждого звука, понимаете, он не играет легата. Вот этого самого, вот этого направления движения руки, вот этого пения, вот то, что я называю буквально легата, вот то, что Берта Соломоновна просила. таким образом, что я хочу сказать, еще раз, если так вот суммировать, обязательный выбор высоты стула, для того, чтобы угол был нам нужен для того, чтобы чувствовать массу, вес всей руки, идущей от плеча, то есть, так называемый посыл. И чтобы вся масса, даже корпуса, я вам скажу так, чтобы она ощущалась в кончиках пальцев, чтобы человек играл, вот действительно, как говорит, не гаус, положить руки на рояль, и чтобы у тебя, как бы, руки дышали, чтобы это на ноту. Гояль не настроен. Гояль не настроена. Я абсолютно не испытываю никаких физических усилий, никакого зажатия, никакого, потому что у меня постоянно идет в голове вот такой контроль, ну, то есть, я уже не контролирую, естественно, это дело автоматическое, но я использовал вот именно массу корпуса, я немножечко, как вам сказать, я чуть-чуть делаю вот такая подача в сторону клавиатуры, для того, чтобы, ну, вот создать так называемый посыл. я использую массу руки, я использую все амортизации и все, так сказать, пальцев, кисти, локтей, плеч и так далее. Итак, еще раз, именно то, с чего я начинал не только с маленькими детьми, а приходилось даже переправлять ощущение вот этого погружения, плавного погружения в клавишу. Вот при таком естественном дыхании руки и пальцев. Я вам приведу такой небольшой пример. Это было в Израиле, причем пример даже не с фортепиано, а с велончели. Приезжала Нина, по-моему, Шаховская давать мастер-классы. И вот там какой-то из студентов играл какие-то вариации, ну, скажем, рококо. И он держал смычок, как-то он так грубый, как-то, понимаете, как-то неестественно у него, смычок у него не плыл по струнам, и она говорит, ну-ка, голубчик, ну-ка, покажи-ка, как ты держишь смычок, какими-то пальцами. Для меня это было показательно, потому что выяснилось, что она корневой-то основе, и выяснилось, что он, у него рука зажата, у него локоть зажатый, то же самое и здесь, вот если играет человек зажатый, вот пощупать его локоть, он, все мышцы здесь зажатые, вот этой свободы нет. И то же самое вот она, она пощупала его руку ученика, и говорит, ну-ка, ну-ка, поиграй-ка мне, поиграй-ка мне по голым струнам, вот просто смычком, вот победи. И кончилось тем, что в итоге он как первоклассник, это студент академии, он стал пытаться легата смычком по голым струнам, то есть она добивалась, чтобы у него была полная свобода в руке, полное, именно придержание смычка, то есть, понимаете, она даже на этом уровне, она сразу видела эти недостатки, она и заставляла вот то, что делают с детьми, она это делала со взрослым человеком, то есть человек приспособился к этим неправильным приемам. Вот я их называю приспособленцами, понимаете, вот взрослый пианист, вот он играет, у него как бы звучит инструмент, он играет правильно с точки зрения фразеровки, там технологии, но вот корневая вот это у него, понимаете, вот такие плечи зажатые, как-то голова у него туда, как-то он без опоры играет, и, понимаете, приспособился, но, понимаете, когда идет речь о каких-то вот таких вот, ну, это я уже говорил в предыдущем ролике, настоящей такой фактуре, когда требуется полная, свобода корпуса, раскрепощенность, понимаете, вот этого не было, то есть это все сказывалось, вот поэтому высота стула, свобода всем, во всем амортизации, я чувствую, я уже начинаю повторяться, но это идет от чего? От того, что из лечения мы делаем такое, чтобы противоречить природе инструментов, ударно-молоточки, чтобы звук был не прямолинейный, а чтобы он был как можно мягче, и оттуда и получается и полнота звука, и насыщенность, и какая-то вот такая, знаете, полнозвучие, и глубина, амортизация, и да, и да, и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. я думаю товарищи на этом можно закончить всего доброго извините что обошлось без драки до следующего раза